Ребят, дорогие мои зрители, привет всем огромные! Посмотрела я немножечко там на перемотке трансляцию у Севки. Ну и, конечно же, последние видеовлоги, его заглянула на канал, ну такая я сегодня, знаете, невгумори, откровенно вам признаюсь, ничтожествами, называет Адамян своих зрителей, которые критикуют, а за обзорщиков вообще слов не подбирает, которые его осуждают, которые его критикуют. Сроколыски набегли на канал, девочки, боже, разве можно обсуждать? Это только они так могут, пусть себя покажут. Так в том-то и дело, что никто из нормальных, адекватных людей не выставляет себя на показ. Понятное дело, что в каждой семье может происходить вот все, что угодно. Бывает по-разному, но люди не позорятся, люди не показывают всю эту гадость, эту низость, на что только не способен человек, всеобщему обозрению не представляют и на платформу YouTube не выходят. Ты, чмошник, мало того, что гадости говоришь на людей, мало того, что ты всех оскорбляешь, ты свою родную мать голую снимаешь, рассказываешь, как она обдристалась, а вся в говне, стараешься в каком-то самом плохом и негативном свете ее презентовать своим зрителям на канале. Ты жопу ему ее можешь показать, и ноги раздвинутые, и в кресле, чтобы она покувыркалась ногами кверху, с тобой сценки играла. Ты хороший, мразота. А вот зрители, которые смотрят на оценные потребства, и люди то, что видят, прошу прощения, то и пишут, просто озвучивают. Твои, сволочь, скотина, ты просто. Ты самое подлое существо, которое вообще я когда-либо встречала. Мерзость, всея YouTube. То, что ты показываешь, о том зрители и говорят. Вот я все думаю, девочки, знаете, задаюсь вопросом. Сколько еще будет длиться унижение людей? Он себе стал позволять, не бояться, потому что на машине езда. Раньше ходил по улицам, помните? И все время оглядался. Сцикло вонючее. Не то, что боягуз. Ужаснейший. А сейчас в машину пересе, все. Вин фраер. Пальцы веером. Вин может последними словами оскорблять людей. Я вот все жду и жду. Интересно, дождусь когда-то или нет? Есть вообще, в принципе, нормально какие-то люди, которые задали бы ему вживую вопрос, ты кого оскорбляешь вообще? Вот я лично, да, тоже подошел бы какой-то мужик и сказал, когда я тебя вижу, как ты позоришь свою старую мать, это ты позоришь. Это не она сама позорится. Она не по собственной воле вылезла на экран. Это ты, сука, ты ее снимаешь, издеваешься с нее. Это ты ее унижаешь. Вот бы хоть один человек, понимаете, наважився и испытав его, вот скажи мне в лицо, вот я комментирую, так же, как и все зрители, то, что вижу на экране. Ты зачем это показываешь? А потом меня же и оскорбляешь. Нема, девочки. Нема. В Днепри бачу, тикай сраку ему лыжить, фотографируй. С кем вы фотографируетесь? Опять и снова у меня в голове возникает вопрос. Вы с кем фотографируетесь? Это кто вообще? Кто это? Фиолетовый петушок, который просто издевается с людей, который унижает людей, оскорбляет людей? Это что, знаменитость какая-то? Это кто такой этот Адамян? Звезда какая-то? Это чучело неумытое. Ребят, я послушала Ирочку, которая звонила. Дотя телефонных разговоров. Телефонная доченька. Потому что на деле в жизни она не делает никаких телодвижений, чтобы помочь матери, приехать как-то поучаствовать. Да в старости. Просто помочь старому родному человеку. Палец о палец вообще человек не ударяет. Забила болт с газовой резьбой на ту шубу и все. У Ирочки своя свадьба. Там в Запорожье вона в кафешках себе процветая. А вы там хоть головой об стенку бейтесь. Зато по телефону она может дуже гарно пощекувато так рассказывать, критиковать, советы давать. прямо консультант по всем вопросам и плохая всегда только мать ни разу заметьте она не сказала подожди сам в м давай начнем с тебя это ты виноват у тебя нет медицинского образования дорогой братик что ты приписываешь свои диеты вот эти кето диеты есть только два раза в день и все жирное 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 может быть инсулин и уменьшается что ты творишь сосудами с этим жиром в таком возрасте что там с холестерином вообще происходит что там сердцем с давлением вообще состояние организма при таком питании я напоминаю вам у возрастного человека что там все происходит почему это и рачка ни разу не покритиковала своего чокнутого придурковатого братца который вдруг возомнил шон спец просто во всех вопросах уюта пути врачи чокнутые они начинают подкалывать инсулин мамки там же и рассказала положи в больницу пусть ее прокапают пусть я понаблюдают проконтролирует пусть она подлечится врачи оказывается дебилы девочки по севкиному мнению все дебилы они ничего не знают они не ведают они не разбираются только один медицинское светило он один знает что с ней делать мы видим мы видим к чему приводит твои эксперименты деньги и разбаловали сказала ирочка в она есть красную рыбу все что ей заблагорассудится красную икру ложками господи то у гомонисты уже бляха-муха сто икрой своей то что ж ты никак не можешь со своей справиться завистью что мамки на старости год подвалила счастья там ту рыбу есть и че красную икру а люди селёночку едят хорошо рожей на мойды купи себе ту банку икры блин можешь 500 грамм уж кило нажирайся уже до сады не гавкой не ребят вместо того чтобы приехать и сраку матери помыть прямом смысле слова жопу от говна вымыть когда сам был показывал на термобелье шуба примеряла помните вот так вот этикеточку размер размерный ряд смотрел в кухне они стояли и крупным планом камеру навел на ее шею вы все обратили на этот момент внимание свое вы видели чистоту тела шея спина ухерям вы это видели или будете говорить что я опять вру и преувеличил порой забиты грязью откровенно сейчас называю вещи своими именами грязью черным болотом затрамбовано все тело ребят она не то что раз в неделю не моется она и 1 месяц не моется это ужас этим это просто караул нужно кричать ее надо драйать я не знаю то ли замачивать в хлорке я не знаю там опарыши между ног заведутся в это понимаете или нет а доте все равно дотя приходит только посмотреть как мамка красную икру ложками есть вот это она бачит а то яка грязная и и мамка и кипи дошвы на ногах страшные черную чины мы идти я кипа зуре закручуются и цокают попал тугутся не бачи и главная чтобы наказать манку от тика наказывать и ноги надо наказывать и наказывать все понятно что ее ненавидишь терпеть не можешь окей мы это уже все хорошо усвоили ты же понимаешь что виноват сявка чё что ему пол слова и рачка не говоришь почему ты правду не можешь озвучить у марины в больнице это мамка когда лежала в харькове у нее сахар был 6-7 6 там с хвостиком единиц и мамка питалась не два раза в день и не жирным мясом с травой вам капиталась 45 раз в день больничной едой и сахар у нее был прекрасный почему ты не откроешь глаза и не скажешь сам вл ты не специалист прекрати ставить эксперименты прекрати это делать знаете почему боится чтоб сявка не принял кардинальное решение и не сбагрил на ирочку мамку скажу а ты такая умна так забирай и занимайся ней на хрена но ей надо той доти а тут девочки уже игра с совестью дотя выбирая спокойную тихую свою жизнь и правды казать не буду и хай то мамка соби ласты склея но там десь подальше от меня хрен с ней с той мамкой и мне по барабану как она себя чувствует что здоровья у нее не маешь и сахар у нее шкал покричала поругалась а в телефонную трубку и сказала ся хох хох поработала справилась дотянька заботливая дай бог господи умоляю тебе не дай бог дожить до такого чтобы дети тебе ногами футболы за людину не считали и ждали уже не может дождаться коли воно сдохну уже севка даже не стесняюсь озвучивает тысячу раз колы сдохны что читы гигнула то похова им то гроб красивый закажи все это уже открытым текстом говорится матери прям глаза без всяких обвиняков и вот девочки последнее видео когда он пришел сюда к матери это видео вообще ни о чем это я вам пытаюсь сейчас рассказать так чтобы вам было интересно слушать смотреть там вообще ничего половину видео он разбирал увядший букетик цвету с возмущениями что завяли цветочки а продавцы напихали туда целлофана чтоб букет казался пышнее и богач ну да это специально так делается да это правда а какой придурок я бы хотела спросить вообще покупают готовые букеты все взрослые люди неужели вы не понимаете что нужно купить поштучно цветочки зелень какие-то веточки мелкого цветения если вы хотите украсить как-то разнообразить букет оберните в прозрачную эту слюду на этом все поставьте точку это будет свежий дорого выглядящий и долго стоящий у вас дома букет который будет радовать ваш глаз нельзя покупать готовые букеты потому что туда собирает все самое которое уже не продается в букете можно скрыть как-то завуалировать все минусы где-то что-то подпортилась завяла подсохла там оборвали рубашку бокала у цветочка там ножку подрезали насовали туда все целлофанок напихали за скотчем зафигачили все букетик красивые и готовы неужели до сих пор это непонятно ну у дебили в девочке свои причуды я вам должна сказать пришел и опять крик и вопли шо воняя шо воняя ира убирает пришла женщина делать уборку в квартиру и говорит только поубирала мать в туалете ребят обосралась я говорю так как есть все по факту тупо обосралась а мы с вами не предупреждали мы не говорили куда вы жрете это все жирное что прислал дима вот эту рыбу жирнючую это мясо вот этот сыр и это все без разбора рыбные продукты с мясными все перемешку а самое главное эту масляную рыбу которая очень жирная которая там есть какие-то масла специфические девочки что-то там я не помню как называется точно что-то на парафин похоже слова какие-то масла и я говорила в своем обзоре помните да что ее люди едят в очень маленьком количестве это деликатес тончайшими слайсами она должна быть нарезана так чтобы слайсик просвещался на солнышке ее нельзя есть кусками и вот такими брусками резать и бросать себе в рот это априори вызовет у вас диарею несварение что-то может случиться с кишечник вы можете таких дел натворить этого нельзя делать сколько мы с вами об этом говорили но вы были все свидетелями как они жрали эту рыбу и не только масляную ну вот пожалуйста эффект не заставил себя ждать и читаю в комментариях люди все обвиняют этого диму который выслал им эту посылку вы с ума сошли вы вы взрослые люди вы хоть что-нибудь соображайте спрашивая этих чокнутых куколок которые сильно пидержите облызают херям вы нормальные на голову причем здесь дима дима вам этот выслал самые свежие самые классные качественно меня обильное слюноотделение началось продукты питания вы же жрете как не в себя кто так делает дима не рассчитывал что вот такой кусок рулета тебя дура ну просто дура сожрет за два присеста ну конечно будут проблемы со здоровьем дима наверно думал что это нормальные адекватные люди дима здесь не причем точно так же как это света с одесского рынка которая присылала икру она тоже не была виновата и не надо обвинять людей пусть вот эти шупики адамяны которые не умеют даже руки мыть они руки не моют после туалета пусть меру знают вот что вам скажу дорогие куколки сроколыски адамяновский обе сралась девочки но мне больше всего жаль в этой ситуации вот эту женщину ирину которая пришла и говорит себе я только все помыла это баба зашла в туалет слава богу что хватило этого придурка фиолетового нам не показывать что там творится в том туалете еще девочки а то бен мих понимает а слава тебе господь я еще ходила за продуктами брага парк и села в кафе выпить кофе с молоком и взяла круассан ребята и включила видео думаю подивлюсь а че есть там 6 у сябки новое чтоб обзор вам записать были выключила думаю сейчас стругану господи хоть бы добег ты додому это же ужас какой-то женщина только все поубирала и помыла усыдников коля там свет и отмывались тут вот это несчастная ира бедная я я даже не представляю что ее заставляет за вот эти кроши вонючие несчастная что там платит ей тут адамян мы дерьмо после этой заразы старая кто там в комментах пишет шоу он щедро платит вы знаете сколько он платит а а я знаю он никогда вот этим женщинам уборщицам которые приходят домой делать уборку квартир он никогда щедро не платит ни когда запомните это когда-то я слышала цифру шоу он платил 300 гривен потом у себя на карла марла аж 500 до а женщина там и окна мыла и рамы и лазила в каждую не шпорку залазила все протирала а ведь воды еще и пробовал где там шо на выключатели не дай бог чтоб пилючки на за я строгий хозяин я спрашиваю аж 500 гривен заплаты а тут на планетной мать платила 200 гривен чтобы понимали поэтому не пишите что он щедро этим женщинам платит я не знаю сколько в этот раз он там и заплатил и он не платил оплатить будет шуба а это просто она в жизни никогда не доплатит никогда ребят я не знаю я очень злая когда я вижу откровенную несправедливость и когда унижают людей ни за что на месте иры я бы сказала сам был вот и пришел хорошо я тебе сейчас говорю в живую открыто не стесняясь я не буду мыть это дерьмо я помыла всю квартиру меня выворачивает я не хочу сейчас потерять сознание говно я отмывать не буду извините но я прихожу мыть квартиру пусть там где-то мусор пыль жир на кухне там после кота я все почищу помою загружу стиралку повешаю я могу погладить я могу поменять постельное белье я все это сделаю но дерьмо со стен смывать с душевой кабины весь унитаз пол от говно я отмывать не буду я туда не зайду потому что я потеряю сознание я бы не мыла девочки честно вам говорю и если он захотел бы чтобы человек все мыл вместе с этим говно то платите дорогие мои две три тысячи гривен за один приход таира там впахивает с утра до ночи чтоб отдраить эту сраную гребаную вонючую конуру вы вообще представляете сколько там работы вы представляете знаете почему я так подробно об этом сейчас говорю потому что я в теме ребят много много лет назад когда мы только приехали сюда в португалию где я только не работала я свою гордость запихнула куда подальше у нас не было документов мы были нелегалами у нас ничего не было и нужно было зарабатывать потому что сына я оставила у родителей у мамы с папой и я каждый месяц отсылала серьезную сумму денег вот я приехала сегодня в португалию а послезавтра я уже вышла в пиццерию на работу где я только не работала ребят вот первых три года пока происходило вот это становление наше андрюха пошел себе на фабрику вот по фабрикам да а я и сапатош это обувная фабрика и ресторан и пиццерия и работали в ресторане до последнего клиента а этой до двух часов ночи а потом транспорт не ходит а ты языка не знаешь ты тоже такси не можешь вызвать а тебе стыдно сказать кому-то чтобы помогли тебе это сделать ты тоже не можешь телефона а там денег нет это это были первые вот я вспоминаю первые полгода это был от кромешный просто я работала и в квартирах я убирала я знаю что такое драить чтобы результат был так хорошо помыть отмыть квартиру тем более если есть такие хозяева жадные одно дело когда ты приходишь на работу убирать одну и ту же квартиру ежедневно ты просто приходишь поддерживать чистоту да они там нас труд побросают там вещи там и да там грязная посуда это все чепуха по сравнению с тем ребята когда они тебя приглашают раз в неделю или раз в десять дней а то были такие шоу и раз в месяц вот як шуба например когда ты приходишь а там все заросло грязью плесенью мохом ванизмом на кухне жир и прилыб шапы люка сверху а теперь нужно все отмыть чтобы блестела чтобы скрипела от чистоты все да я просто знаю о чем я говорю но когда люди платят хорошие деньги тогда человек себе решает вот работник уборщица тоже принимает для себя решение или ты идешь на это но ты знаешь ты получишь большие деньги или ты посылаешь всех нахер и говоришь не дорогие мои за эти деньги ищите дурака другого я точно этого делать не буду как часто это ира приходит к сюда к шупе 1 месяц раз два месяца ребятам адский труд адский труд и еще говно это отмывать вы уверены шишу по ей доплатит что-то сверху даст какую-то приличную сумму денег я уверена только в обратном она и ничего не даст ну 200 гривен 300 гривен дасть на тому буду и крапка мать ну и дальше я не была удивлена то что я увидела она голая это баба хиряма 76 лет старухе она ходит голая ей все равно что посторонняя женщина сейчас квартире напоминаю квартира маленькая там нет много комнат чтобы где-то забежать скрыться чтобы тебя не увидели одна комнатка одна кухонька один туалет с голой жопой и еще я слышу обосранной потому что семка кричит и дымы и жопу и дыбом и жопу значит она грязная она обосранная она вышла в футболке в короткой с голой жопой звезда впереди на распашку посторонняя женщина здесь взрослый сын мужик 43 года пришел сейчас здесь находится она ходит голая я ничтожество как говорит сявка на обзорщиков на зрителей или ты сука ничтожество который это все снимает и нам показывает у нее уже нет мозгов она не соображает что ты творишь шо ты творишь вообще вот вы понимаете девочки вот он допрыгается вот серьезно вот я не знаю куда это но показать в каких-то соответствующих органах вот эти вот съемки старой матери но человек должен как-то отвечать что это может хватит это раньше было ну хи хи ну ха ха ну и ну хватит я не знаю как вам дорогие зрители мне уже притит серьезно видеть голую старуху расщепиренную когда она вечно расставляет у так ноги смотрите на ее матню и все сколько это будет продолжаться и если бы он это не снимал мы бы с вами этого не видели он же целенаправленно снимает ее галышом прикрылась а тут полотенечком и стоит гола и тысячу раз он ей кричит и дадимся и дадимся что ты ходишь гола и дадимся сколько можно на день трусы и ты поешь ребята тут на всю квартиру говном воняет мать а наш там обосрала все на свете это ира бедная только вздыхать говорит я только поубирал уныш срач читал фонтан и я не я не представляю что там в квартире ванище этого дерьма и она говорит ему и ты поешь бедрушки там яйца там бедрушки я приготовил ну конечно же он этого есть не будет потому что говорит у меня весь аппетит пропал такими руками что ты там готовила ну понимаете да чем я говорю тут говно тут эти прокладки тут бедрушки с яйцами приятного аппетита называется он говорит как можно в этой ванизме жрать еще а вот это воняя в туалете до того что на кухне бедрышки самка як вы жил и в селе а як вы вообще жил в яких условиях вы жил хотя да я помню недавно вот только он рассказывал девочки и раньше что-то или пропустила я не слышала раньше вот только сейчас сравнительно недавно я услышал он говорил что в одном доме девочки жила семья у тебя и шубички с алкашами с детьми и здесь же в этом доме только в другой где-то комнате коровы что там свиньи что там у них было коза булачины булочки хозяйству худого животные жили кури в доме как это ну тишь одна страна украина ребят напишите мне пожалуйста я вас очень прошу кто живет в украине вы такое видели слышали когда-нибудь то у меня бабушка с дедушкой тоже держали хозяйство был поросенок были куры были кролики но есть для этого сарае есть для этого отдельные клетки есть для этого отдельное помещение для курей для свинки отдельно собачка живет отдельно вообще в утепленной будке большой як ц в доме в жилом там где живут люди в одно помещение под одной крышей живет семья с детьми и тут же где-то через стенку животные с навозом с этим же говном с этой ванизмой ути куре эти свиньи и качки и мусы и отец вы себе вообще представляете эти условия поэтому для шубы это норма тут обесралов дерьмом воняя замудзюкала всю квартиру тут бедрушки пожарила и дэси до ешь все нормально ребята больше не могу я правда я не могу больше это комментировать все закончу буду ждать лучше ваши комменты пока все